Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Увеличены общие объемы доходов и расходов республиканского бюджета. Утверждены кандидатуры судей в суды разных инстанций, а судебные исполнители наделены дополнительными полномочиями. На очередном заседании сессии парламента народные избранники рассмотрели более 10 вопросов о вестке дня, 4 были сняты с обсуждения. Подробности в репортаже Алиса Шамба. Утвердив повестку дня очередного заседания сессии парламента, в которой 4 вопроса были сняты с рассмотрения, депутаты перешли к обсуждению законопроекта о внесении изменений в закон о республиканском бюджете Абхазии на 2019 год. Законопроект представил министр финансов Дженсух Нанба. Речь идет об изменениях основных параметров бюджета в связи с увеличением заработной платы отдельным категориям госслужащих. Общий объем доходов республиканского бюджета будет увеличен на 471 миллион рублей. Из 471 миллиона рублей 360 миллионов рублей – это увеличение финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития по решению межправительственной комиссии от 25 декабря 2018 года. В рамках данного решения также на 60,5 миллионов рублей увеличивается финансовая помощь Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 и 2019 годы. В рамках данного увеличения предполагается и увеличение собственных доходов в объеме 50,4 миллиона рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год будет увеличен на сумму в 1 миллиард 166 миллионов рублей. Сухумская средняя школа номер 2, где 2 мая произошел пожар, будет восстановлена из средств резервного фонда президента Абхазии. В соответствии с проектом в закон о республиканском бюджете предусмотрено также внести изменения, касающиеся резервного фонда президента, Министерства обороны, Республиканского совета ветеранов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, ГСО, Администрации президента и Дома-интерната. Как отметил Джансух Нанба, резервный фонд президента планируется увеличить на 93 миллиона рублей. Сейчас он составляет 350 миллионов рублей. Под данным изменениям у депутатов возникли вопросы. Раньше на чрезвычайной ситуации нам хватало 100-150 миллионов резервного фонда президента. Сейчас не хватает 350 миллионов, мы хотим увеличить до 440 миллионов рублей резервного фонда президента. А сколько мы будем его расширять? Объем резервного фонда президента, он строго регламентируется законом об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Он не может превышать 5% от общего объема расходов республиканского бюджета. Данная норма данной части полностью соблюдается. Данное увеличение связано в основном с тем чрезвычайным происшествием, которое произошло у нас в городе Сухум. Вы знаете, что у нас сгорела средняя школа номер 2 имени Пушкина. И я как председатель могла бы тоже с некоторыми параметрами изменений не согласиться. Но здесь во главе угла стоит один самый важный вопрос. И я просто призываю уважаемые коллеги прекратить премию по данному вопросу и перейти к голосованию. Здесь самый важный вопрос стоит о том, что речь идет о повышении заработных плат бюджетникам в бюджетной сфере. В частности, медперсоналу, учителям, работникам культуры. Это вопрос очень насущный и очень актуальный. В итоге поправки к республиканскому бюджету были приняты парламентом во втором окончательном чтении. Из 26 присутствующих депутатов 19 проголосовали за принятие законопроекта. Четверо против, трое воздержались. Таким образом, с 1 июля отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Пересчет будет производиться с 1 января 2019 года. Далее депутаты утвердили ряд постановлений об избрании на должности судей в суды разных инстанций. Путем тайного голосования Анри Борциц избран на должность судей Верховного суда Республики Абхазия. Фатима Квецыня на должность судей арбитражного суда. Сария Миканба на должность судей Сухумского городского суда и Фатима Харчилава на должность судей Ачемчирского районного суда. Кроме того, постановлениями Народного собрания парламента Абхазии депутаты Паталтапагуа и Каха Пертаева шли в состав квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. А в коллегию адвокатов депутат Лаша Ашуба. На заседании сессии парламента во втором окончательном чтении был принят проект закона о внесении изменений в закон об исполнительном производстве. Речь идет об изменениях статей, регулирующих правовое положение иностранных граждан в Абхазии и порядок выезда и въезда в страну. В частности, данным проектом предусматривается еще одна мера принудительного исполнения судебными приставами. А именно, предлагается такое исполнительное действие, как временное ограничение на выезд должника из республики. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Инала Агуха, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджима подписал распоряжение о подготовке проекта государственной целевой программы на 2020-2022 годы по развитию государственного абхазского языка, в соответствии с которым Кабинету министра в Абхазии необходимо в срок до 1 декабря 2019 года подготовить и представить в установленном порядке соответствующий проект государственной целевой программы. В срок до 20 июля 2019 года утвердить состав комиссии по подготовке проекта программы с привлечением представителей научного сообщества, экспертов и специалистов в срок до 1 октября 2019 года. Представить сведения о планируемых объемах и источниках финансирования проекта программы под программ и каждого предусмотренного программного мероприятия на 2020 год и последующие годы действия программы. Ряды абхазской армии пополнились еще 15 офицерами. В торжественной обстановке выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища вручили дипломы об окончании высшего военного учебного заведения страны. Смотрите репортаж Сарик Варсхеля. До начала церемонии вручения дипломов военнослужащие возложили цветы к мемориалу погибших защитников Отечества и почтили их память. Уже по сложившейся традиции торжественная церемония проходит в парке боевой славы, в присутствии военного руководства страны, а также родных и близких выпускников. Вчерашним курсантам Сухумского высшего общевойскового командного училища, а сегодня уже офицерам абхазской армии были вручены дипломы государственного образца о высшем профессиональном гражданском и среднем военном образовании и нагрудные знаки. Кроме того, приказом министра обороны Республики Абхазия Мираба Кишмария выпускникам было присвоено первое офицерское звание лейтенант. От имени командования я от себя лично сердечно поздравляю вас с окончанием Сухумского высшего общевойскового командного училища. Вам есть чем гордиться. За время своего существования училище подготовило для войск более 350 офицеров. Многие из них отмечены наградами Министерства обороны. Начальник училища Алхаз Жибы отметил значимость сегодняшнего события и выразил уверенность, что за 4 года обучения выпускники получили необходимые знания, чтобы с пользой служить своей стране. У нас в училище очередной выпуск молодых подготовленных лейтенантов. Мы вручили дипломы и нагрудные знаки 15 лейтенантам. Сегодня, как и предыдущими выпусками, я этим выпуском очень сильно горжусь. Большой вклад внесли преподаватели. Также наш коллектив, коллектив училища, которые сделали все возможное для того, чтобы сегодня они вот так устояли в строю подготовленные. В Сухумском высшем общевойсковом командном училище курсантов обучают по методикам и стандартам российских училищ. Из 40 курсантов, которые поступили в училище 4 года назад, только 15 смогли дойти до финишной прямой. Молодой офицер и лейтенант Абхазской армии Тенгиз Джопуа окончил училище с отличием. Он рассказал о личной истории, которая помогла ему преодолеть все трудности армейской подготовки. Были трудности, когда поступал, проходя курс молодого бойца, через все это проходя. Но меня держало то, что у меня была цель, цель, которой нужно стремиться. Тем более мой отец тоже был военным. Его сейчас нет в живых, так как я хотел память о нем оставить все-таки и закончить все-таки с отличием. Так как у меня отец был военным, он прошел войну, отечественный герой Абхазии. И я просто не мог иначе. Конечно же, в этот торжественный день родные и близкие были рядом со своими, уже совсем взрослыми детьми. Было много пожеланий и напутственных слов. Спасибо большое всем тем, кто старался все четыре года, обучал их этому делу. Дай Бог, чтобы они не подвели, стали достойными воинами своего народа. Сейчас у молодых лейтенантов есть месяц отдыха, а затем они приступят к службе в вооруженных силах страны. Сария Гварацхелия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. По приглашению руководства Министерства обороны Российской Федерации, делегация оборонного ведомства Абхазии в составе заместителя министра обороны Нодара Авицба, заместителя начальника генерального штаба Вадима Куртава и начальника отдела технического обеспечения Алиаса Ванача, принимает участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщает пресс-служба Минобороны. В форуме, который открылся 25 июня в Москве, принимают участие делегации 120 государств. Представлено около 1300 предприятий, более 27 тысяч экспонатов, в том числе 361 единица вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны России. Научно-деловая программа предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного, военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Как отмечается в сообщении, участие абхазской делегации в престижном Международном военном форуме позволит наладить конструктивный диалог с представителями Министерства обороны государств, признавших независимость Республики Абхазия, а также государств, которые пока еще не признали независимость нашей страны. В селе Тамыш идет реставрация мемориального комплекса погибшим в отечественной войне народа Абхазии. На проведение работ президентом Республики Раулем Хаджима были выделены средства в размере 500 тысяч рублей. Работы ведутся унитарным предприятием Агорстроя Чемчирского района. Саид Жарсали расскажет подробности. В селе Тамыш мемориальный комплекс павшим героем в отечественной войне народа Абхазии был возведен в 2008 году. С течением времени, а именно за 11 прошедших лет, в некоторых местах стали отваливаться мраморные плиты. Из-за дождей на лавочках прогнили доски. С забора сошла краска. Да и сам монумент покрылся патиной и налетом грязи. Комплекс находится на республиканской трассе, и посещаемость его жителями и гостями Абхазии велика. Ежегодно 2 июля здесь отмечают годовщину памяти высадки Тамышского морского десанта во время Отечественной войны народа Абхазии. И проводят памятные митинги в честь павших героев. Сегодня то, что делается память и расположено в центральной дороге Сухума-Чемчира, оно было в плачевном состоянии. Президент Абхазии выделил 500 тысяч денег. Сегодня реставрируем. Я думаю, что 2 июля оно будет готово. Работы по реставрации комплекса начались неделю назад. Сначала рабочие отмыли монумент специальными чистящими средствами. Далее начались работы по замене коммуникации и покраске ограды. По словам специалистов, на данном этапе имеются все необходимые материалы. Уже поменяли все электрические провода, которые здесь в коммуникациях сидят. Мы гранитные плиты заменяем на лестницах. Полностью окрашиваем, освежаем всю площадь забора этого. Остальное дальше покажет еще, что нужно будет делать. Но вот на эти цели мы рассчитываем, что работу выполним полностью. При благоприятных погодных условиях работы по реставрации мемориального комплекса будут завершены в течение недели. Саид Джарсали, Алексей Боструков, Абхазское телевидение. Миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии возобновляет работы по эксгумации останков пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель миссии Максим Забалуев. Смотрите репортаж Гугуцы в Ардане. Работа миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии началась во время Отечественной войны в 1992 году. За все это время представителями комитета совместно с правительством Абхазии проделана большая работа. 26 лет спустя окончание вооруженного конфликта в 1992-1993 годах еще больше, чем 2200 человек останутся недоедены. И мы предлагаем все усилия для того, чтобы разъяснить их судьбой и по возможности их найти, идентифицировать, для того, чтобы их передавать их семьям и родственникам, которые останутся в ожидании. С 2010 года обнаружено около 430 останков пропавших без вести. Из них 163 были опознаны благодаря опыту МККК в области судебной медицины и переданы родственникам. Процесс опознания остальных останков еще продолжается. Осталось идентифицировать еще 270 тел погибших. В этом году, вперед с 25 июня по сентябрь, планируют исследовать более 40 потенциальных захоронений в Гагарском, Сухомском, Гулиривском и Чемчирском районах. В данный момент эксгумация уже проводится в двух местах в Сухуме. Миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии с 2010 года регулярно проводит двусторонние встречи с представителями Абхазской и Грузинской сторон по вопросам поиска захоронений пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Эти встречи имеют кардинальное значение, поскольку они позволяют обмене информации между представителями двух правительственных структур и также позволяют иметь достоверную информацию относительно возможных мест захоронения, где мы проводим наши эксклюзивные действия в приоритетном порядке. Мы всегда работаем в тех местах, где уносится достоверная информация. Для проведения исследовательских работ МККК привлекает международных экспертов в сфере антропологической археологии. Кроме того, вот уже третий год подряд в работе принимают участие и местные специалисты, археологи и антропологи, выпускники медицинских вузов и исторического факультета АГУ. Также в этом году впервые совместно с сотрудниками миссии Международного комитета Красного Креста работает команда саперов и спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Наша цель – это облегчить страдания семья пропавшей без вести. Здесь, в Абхазии, мы имеем честь сотрудничать и быть на регулярном связи с Ассоциацией Матери за мир и справедливости, которая проводит большую работу по, скажем так, объединению этих семья, по оказанию им социально-психологическую поддержку, взаимопонимание, взаимоподдержки, а также позволяет им иметь площадку, где они могут одним голосом говорить о своей проблеме. По словам Максима Забалуева, спустя 26 лет искать пропавших без вести становится всё сложнее. И здесь большое значение имеет обмен информацией. В апреле представителями миссии Красного Креста в Абхазии была проведена фотовыставка «Мы ждём», посвящённая пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Этой выставкой сотрудники МККК хотели показать значимость поиска пропавших без вести людей и что в этом вопросе важна любая информация. По сообщению Гидрометцентра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью 19-24, днём 27-31 градус, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершён. До скорых встреч в эфире.